26 августа в Каспийске состоялось торжественное мероприятие, посвященное приёму в состав военно-морского флота малого ракетного корабля проекта 22-800 «Амур». С самого утра в военном порту уже проходит подготовительный процесс, готовятся каюты и вся остальная техника для встречи с новым составом. Корабль предназначен для уничтожения боевых кораблей, судов, катеров противника, ведения участия в миротворческих операциях, военных операциях, поражения критических объектов береговых противника. В ходе мероприятия состоялась церемония первого подъёма Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей главного командования ВМФ, военнослужащих Каспийской флотилии и церемонии освещения корабля с священнослужителями РПЦ. Командир малого ракетного корабля «Амур» Артём Матвеев рассказывает, что данный корабль значительно отличается от других. У меня скорость заявленная 30 узлов, но на государственных испытаниях мы показали 32 узла. Это гораздо более скоростной корабль, чем «Буян-Н». Кроме того, малый ракетный корабль «Амур» способен выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль. Имеет водоизмещение около 800 тонн. Полностью оснащён комплексом высокоточного ракетного оружия, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, а также переносными СРК. Важность событий для страны отметил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Это событие важно не только для моряков флота, оно важно для всех тех, кто создавал этот корабль. Он прошёл все типы испытаний и швартовых, и заводских, и приёмки госкомиссии, подтвердив все технические возможности всех средств вооружения, в том числе и оружия, и корабля в целом. И сегодня вот с такими широкими возможностями он приступил к служению своего отечеству. В мероприятии приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ Кондор-адмирал Илья Шигапов, представители главного командования ВМФ Каспийской флотилии, генеральный директор судостроительной корпорации Акбар Саринат Мистахов, первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров и другие. Корабль сам по себе, это корабль, это дом, это крепость, которая сегодня обеспечивает безопасность нашей страны. И сегодня каждый корабль в городе носит одно или другое имя. Вот этой серии, которая сегодня строится в Каракурт, у нас идёт корабль «Амур». И сегодня этот корабль, он прошёл всех испытаний, благодаря тому, что были созданы все условия для того, чтобы подтвердить его технические характеристики. На корабле сформирован экипаж, участвовала сдачная команда завода «Бутома» в испытании сдачи, участвовала команда от всех поставщиков оборудования, вся кооперация. Данный корабль внесёт свой весомый вклад в укрепление боеготовности действия в составе надводной составляющей ВМФ. В завершении главнокомандующей ВМФ адмирал Александр Моисеев отметил, что программа оснащения военно-морского флота кораблями-носителями высокоточного оружия будет продолжена. Субтитры создавал DimaTorzok